В Хорватии спикеры и депутаты парламентов из 40 стран обсудили возвращение Крыма под полную юрисдикцию Киева. Среди делегатов, выступивших на саммите, был президент Украины Владимир Зеленский. Он выступил по видеосвязи, а председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси в Загреб приехал лично. Она заявила, что поддержка со стороны Америки будет продолжаться до полной победы. Политик добавила, что такую позицию разделяют все союзники Вашингтона по западной коалиции партнеров. Действия России в Крыму – это лишь один из эпизодов в тотальном нападении как на саму Украину, так и на демократию в целом. Уже 8 месяцев продолжается спровоцированная Россией, неоправданная война. Все это время мы наблюдаем смерти, разрушения и множество беженцев. Вот уже две недели, как Путин проводит новую кампанию запугивания. Он выпустил раи беспилотных летательных аппаратов, которые бомбят города, наводят ужас на местных жителей и несут им смерть. Конгресс осуждает Иран за поставку этих беспилотников в камикадзе. Одна из целей Путина – это украинские электростанции. Он их разрушает. Его намерение лишить украинцев тепла и электроэнергии по мере приближения зимы. А в Госдепартаменте назвали ложными заявления главы российского военного ведомства Сергея Шойгу. По его версии, Киев якобы создал так называемую грязную ядерную бомбу и собирается ее применить. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс сказал, что американские дипломаты обеспокоены этим заявлением Москвы. В Великобритании, Франции и США полагают, что Кремль готовит так мир к тому, что грязную ядерную бомбу на территории Украины он взорвет сам, а затем поспешит обвинить Киев в этом инциденте. В количестве более 22... Все временем 30 членов Конгресса США Демократической партии направили президенту Джо Байдену письмо, в котором призвали главу Белого дома начать прямые переговоры с Россией. Инициативную группу возглавили ультралевые политики, среди которых Промила Джиепала. А в Нижней Палате Американского парламента она представляет штат Вашингтон. Авторы обращения считают, что нужно найти, цитирую, реалистичные рамки для прекращения огня. Конец цитаты. Как полагают ультралевые демократы, альтернативой дипломатическому решению станет затяжная война с катастрофическими и непостижимыми рисками. Издание Вашингтон-Пост отмечает, это первый случай, когда с призывом резко изменить внешнюю политику к Байдену обращаются его собственные соратники по Демпартии. Послания это, к слову, без внимания не осталось. Официальный представитель Госдепартамента Нетпрайс заявил, что нет никаких признаков, подтверждающих желание Кремля вести диалог и предпринимать дипломатические усилия. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации президента Джон Кирби сказал, что переговоры с Россией без участия Украины по-прежнему невозможны. Прожив меньше суток, инициатива потеряла свою актуальность. Ультралевые авторы сегодня заявили на самом деле, их не так поняли. Против помощи Украине они ничего не имеют. Сейчас с нами на прямой связи политолог, сооснователь проекта базы данных Антон Громов. Здравствуйте, Антон, спасибо, что присоединились. Да, приветствую вас. Вот, Антон, на Ваш взгляд, зачем ультралевые конгрессвумен так откровенно сыграли на поле Кремля вроде бы сначала, а затем начали оправдываться? Ну, очевидно, что эта история предвыборная, потому что сейчас в Соединенных Штатах должны быть пройти выборы в Конгресс и за некоторые места в Сенате. И это следствие в том числе определенного давления их электората, как мы знаем, что крайне левые зачастую они достаточно восприимчивы к определенного рода, скажем так, позиции Кремля по этой войне. И они, скажем так, вот этот электорат, он влияет на конгрессменов, которые подписали вот это публичное письмо. И недавно как раз была история с Александром Аказио-Кортес, когда и гражданские вот эти вот левые активисты устроили такую публичную выволочку и, скажем так, набросились на нее из-за ее поддержки курса Байдена. И таким образом очевидно, что вот эти вот левые конгрессмены, они пытаются показать свою отдельную позицию от позиции эстеблишмента Демпартии, чтобы более эффективно выступить на этих выборах. Но, с другой стороны, очевидно, что, несмотря на вот эту вот ситуацию, конечно же, эстеблишмент Демпартии как раз занял жесткую позицию по этому вопросу, поэтому они вынуждены были сдать назад, чтобы не демонстрировать расколов партии в преддверии таких важных выборов. А мероприятие в Загребе, на котором говорили о полномасштабном возвращении Крыма под украинскую юрисдикцию, почему именно сейчас этот вопрос обсуждается так открыто? Связано ли это с успехами ВСУ при контрнаступлении или в целом с военным конфликтом? Я думаю, что это больше связано с военным конфликтом в целом, потому что, как мы знаем, Крымская платформа, она проходит с 21 года. Это детище МИДа и администрация Зеленского. И, скажем так, это такое мероприятие, где сверяют часы союзники Киева. И понятно, что с учетом ситуации, учитывая военную агрессию Кремля против Украины, конечно же, в данном случае даже вот такая гражданская, скажем так, дипломатическая платформа, она вынуждена использовать риторику военного времени. И понятно, что это попытка мобилизации, в том числе, союзников Киева в условиях, когда, конечно же, на Западе чувствуется определенная усталость, в том числе, от этой войны и экономической усталости в обществе. Спасибо большое. Антон Громов, политолог, сооснователь проекта «База данных», был с нами на прямой связи. Спасибо за свидание. И мы обсудим еще один вопрос с другим нашим спикером, старший научный сотрудник Института Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения. Павел Подвиг с нами на прямой связи. Здравствуйте, Павел. Спасибо, что нашли время. Из Женевы. Первый вопрос. Что такое грязная бомба, о которой сейчас говорят в последние дни, и есть ли у российской стороны какие-либо основания утверждать, что Украина ею располагает? Ну, грязная бомба, как описал начальник соответствующего главка Министерства обороны России, это взрывное устройство, которое содержит в себе радиоактивные вещества. И, соответственно, задача при подрыве этого устройства, у вас это радиоактивное вещество должно каким-то образом загрязнить какую-то территорию. Но вот такой основной принцип. Но надо понимать, что и самое главное, наверное, здесь заключается в том, что вот такой взрыв – это один из наименее, наверное, эффективных способов распыления радиоактивного вещества. То есть в самом худшем случае территория, которая может быть заражена, она будет размером, ну, может быть, сотня метров максимум. И если же посмотреть на те «доказательства», которые Россия предъявляла, то доказательств никаких нет. И там просто был перечислен, так сказать, перечень материалов, которыми Украина располагает. Часть из них вообще не радиоактивная. Большая часть из них известна, что находятся под гарантиями МГТ. И, соответственно, про них известно, что они никуда не уходят. Ну, а есть какие-то там медицинские изотопы, еще какие-то материалы, которые, в принципе, да, они существуют в природе. В природе существует множество радиоактивных материалов. И из этого совершенно не следует, что кто-то их пытается пристроить к взрывному устройству. То есть, на мой взгляд, я не видел ничего, чтобы говорило, что у России вообще есть какие-то доказательства. Не говоря уже о том, чтобы эти доказательства увидеть. В СМИ часто упоминается, что нет никаких данных вообще развертывания России ядерных сил. Так ли это успокаивает? И неужели нет возможности там неожиданного запуска, например, с подводной лодки? Ну, неожиданного с подводной лодки, в принципе, теоретически возможно. Потому что есть часть ядерных сил находится в состоянии постоянной боевой готовности. Это баллистические ракеты межконтинентальные и ракеты баллистические на подводных лодках. Но понятно, что применение этих средств в этом конфликте, я считаю, совершенно исключено. Потому что все прекрасно понимают, и в Кремле понимают, что существует гигантский совершенно риск того, что такое применение вызовет реакцию Соединенных Штатов, поскольку это стратегическое вооружение. Оно создавалось, оно развернуто, оно существует для того, чтобы угрожать, представлять угрозу территории именно Соединенных Штатов. Поэтому вот здесь рисковать, конечно, никто не будет. А что касается всего остального оружия, которое не на межконтинентальных баллистических ракетах и не на подводных лодках, то оно находится в хранилищах, оно достаточно на определенном расстоянии удаления от средств доставки. И, соответственно, пока разведок сообщества Соединенных Штатов и других стран нас уверяют в том, что никаких признаков того, что это оружие достается из вот этих самых хранилищ и как-то приближается к средствам доставки, этих признаков пока не видно. Вообще решение о применении язерного оружия целиком и полностью за российским президентом? Может ли подобный приказ, например, быть проигнорирован командованием? Ну, это очень хороший вопрос. Решение – да. То есть единственный человек, который может принять решение о применении – это президент. И отдать приказ, соответственно. Отдать приказ может только он. Но нигде не записано, что он единолично может этот приказ выполнить. Правильно? То есть вот в той ситуации, что у президента на столе есть где-то кнопка, которую он может нажать, и все куда-то полетит. Вот такая ситуация, конечно, в действительности не соответствует. Никакой кнопки нет. Существует процедура, существует порядок. В процедуре участвует определенное количество людей. В моем представлении существуют определенные технические, скажем так, предохранители, которые не позволяют это все выполнить. Сгоряча? Да, сгоряча. Понятно, что, конечно, президент, как верховный главнокомандующий, у него достаточно полномочий для того, чтобы как-то это решение продавить и, так сказать, заставить всех его выполнять. Но, с другой стороны, это надо делать. То есть это же надо будет, соответственно, вызывать генералов, отдавать им приказ, соответственно, следить за тем, чтобы они его выполнили. А здесь, вот, я не думаю, что можно как-то ожидать или рассчитывать на какую-то прямую несобородинацию. Но, вы понимаете, что... Но человеческий фактор никто не исключает. А, человеческий фактор. У нас, к сожалению, время просто подходит к концу. Спасибо огромное. Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института Организации Объединенных Наций по исследованию проблемы разоружения, был в нашем эфире. Спасибо. Спасибо.